Начали, да? Так, ну вот смотрите, яблоня, она вся в плодах, и вот тут уже есть какие-то болезни небольшая, но я хочу сказать, что еще более-менее нормально выглядит. Значит, чтобы у нас яблоня меньше болела, нужно проводить каждый год разгущающую обрезку, какие ветки мы убираем. Сейчас мы прямо будем снимать. Вот первое, на что хочу обратить внимание, это ветки под острым углом, да, то есть все ветки, которые идут меньше 45 градусов, они убираются, потому что вот в этом месте накапливается жидкость, и в одну неудачную зиму это все может разорвать. Второе, смотрите, раз ветка плодоносящая, два слабее, она на себя энергию берет, три, четыре, и он туда наверх уходит. У нас, смотрите, раз, два, три, четыре, параллельные ветки. Вот, мы должны для себя выбрать, какую ветку нам удобнее. Вот с этой нам удобнее плоды собирать, да? Вот это, что она делает? Она на себя энергию берет, плодов приносит гораздо меньше, и при этом загущает, воздух у нас не двигается по кроне, за счет этого скапливаются болезнетворные микроорганизмы, они воздухом меньше убиваются, да, воздух тоже дезинфекцию делает, вот, и за счет этого у нас растение болеет. Поэтому мы, первое, убираем ветки под острым углом, убираем параллельные ветки. Нам важно, чтобы до каждой веточки доходило солнышко, это первое, во второе, чтобы у нас крона проветривалась. Так, еще, на что хочу обратить внимание. Вот она уже тут засохла, эта ветка, но она очень хорошо показывает нам, что нужно убирать все ветки, которые растут внутрь кроны. Они тоже загущают, они тоже на себя берут большое количество энергии. Когда мы срезаем лишние ветки, вот такие, у нас больше энергии идет на это плоды, да? Если вы на следующий год весной вот это все подрежете, у вас яблоки будут намного крупнее и здоровее. То есть нужно это делать весной, да? Обрезку всю или осенью? Осенью тоже можно обрезать, вот, но у нас зона рискованного земледелия, и поэтому обрезать, честно говоря, поздней осенью, я рекомендую только убрать какие-то, ну, небольшие ветки. Вот, я буду даже сидеть без работы, но я не возьму на себя такую ответственность. Вот видите, как раз под острым углом результат, вот она, смотрите, вот тут образуется такой кап на рост, и она со временем вот здесь лопается, туда попадают болезни. Сейчас здесь все побелено, ничего не видно, но если я целиком вот эту ветку спилю, то там будет гниль, вот в этих местах. Вот, поэтому здесь... А что вот в таких случаях, если мы купили уже вот с такими деревьями, да? Что-то нужно вот делать или уже кардинально вот так... Это вы решаете сами, я ни в коем случае никогда не настаиваю. Нет, я просто спрашиваю в таких случаях, как быть. Я бы, конечно, возможно, какие-то ветки убрала, но тут уже просто жалко терять урожай, поэтому первое, что нужно сделать, вот на этой ветке 100% нужно тоже разгущать и облегчать, потому что сейчас она в любой момент у вас может под своим собственным весом просто оторваться. Чтобы ее не отрывало тоже, мы можем сделать такую подвязку. Подвязку можно делать не из любого материала, потому что ткань, нитки или какой-либо металл, он впивается, здесь опять образуется кап. Поэтому здесь нужна медная проволока, она может даже раствориться в стволе, медь растворяется в стволе. Вот, и вот этой медной проволокой здесь и тут обхватить и каким-то образом... Вот именно вот этому центральному стволу? Да, я бы так сделала, это первое, ну что первоначально. Потом здесь я разгустила бы, да, и постепенно, постепенно вот здесь сбоку начинают образовываться, вот у вас тут есть почки, да. Если мы вот здесь лишние ветки уберем, вот здесь вот эти почки, когда после сильной обрезки у нас начинают просыпаться волчки. Волчки это точки роста, вот он был бывший волчок, да, на нем особо плодов ничего нет. И вот в этих местах, допустим, вот если здесь проснутся волчки, их постепенно отрастить и со временем вот эту ветку убрать. А год от года ее уменьшать, уменьшать, делать ее меньше и меньше. То есть не сразу все резануть. Ну, да, кардинально. Кардинально, хотя я так тоже режу, когда меня просят. Это без разницы. Еще, главная ошибка в большинстве в заводах, и я не права, сейчас говорю, а вообще его закупили, ну че? Вот смотрите. Я с тем дойду. Обратите внимание на вот эти пенечки. Значит, первое, что мы должны для себя, правило какое? Если мы обрезаем ветку, вот, например, даже вот по сухой по этой ветке, видите такое сморщиненное кольцо? Видите? Да, да, да. Это точка роста. Здесь у нас находятся стволовые клетки. Когда мы срезаем прямо на кольцо, если мы срезаем ниже кольца, мы урезаем эти стволовые ветки. Если мы оставляем вот такой пенек, то этому кольцу очень тяжело затянуть. В результате чего у нас образуются вот такие открытые раны. Это результат вот этой неправильной обрезки. Вот эта открытая рана, незалеченная, она не может затянуться. Эти по ней стоят, на себя собирают кучу болезней разных, да, и в результате чего ствол начинает гнить. Ну вот у нас тут раз язва, тут уже видно, да, что внутри вот у нас пошли язвы. Она вся уже тут лопается, ей тяжело. Вот, точно так же происходит вот здесь тоже острый угол, вот тут острый угол. И вот у нас пошла она внутри, болеет, вот. Смотрите, если бы вот эту веточку я бы сохранила для красоты, но разгустила, то вот смотрите, вот здесь, да, вот она прямо внутрь кроны растет. И она туда аж параллельно. Сто процентов вот эту вообще бы под нолю брала ветку. Но ее тоже, мы если вот так спилим, у нас останется пень. А как надо вообще правильно спиливать? Спиливаем первое на кольцо. Здесь вот как такового кольца сильно нету. Но мы пилим так, как будто растение всегда так и росло. Вот смотрите, линия идет по линии роста. Если вот эту историю спилить и по краю замазать такими препаратами, как лак-бальзам или ранет, а в центре масляной краской, то со временем здесь вот это все затянется и даже видно не будет. Как будто бы дерево всегда такое и было. А любой масляной краской? Или тоже какая-то специальность? Ну, которая по дереву. Любая масляная краска по дереву. Значит, края я стимулирую ранетом и лак-бальзамом. Или то, или другое, в зависимости от того, что я там в магазин пришла, купила, нашла. Вот это я обрабатываю. Вот, а центр масляной краской, потому что смысла нету туда тратить, ну, скажем так, этот препарат. Вот, но нам надо закупорить все поры, чтобы туда не попадали болезни. Я не рекомендую использовать садовый вар. Я считаю, это вообще бесполезная какая-то история, потому что особенно на большие раны. На маленькие еще можно. Точечки надо. Да, размером там с большой палец, толщиной, да. На вот такие большие через год это все отваливается, под ним все потеет, преет и все гниет. Вот, так что такие вот моменты. Это по плодовке. Все, что параллельно, все, что растет внутрь, делаем вывод, да. Все, что под острым углом, угол меньше 45 градусов, да. Вот. И самое главное правило какое, чтобы до каждой веточки мог дойти солнечный свет, чтобы ветки проветривались. У вас должна быть структура такая, дерево. Еще очень часто рекомендуют убирать ветки, которые растут вниз. Но есть такие сорта у яблонь, у которых все время они все вниз растут, поэтому мы максимально как бы подрезаем по низу. И, в общем, собственно говоря, вот эта вся история остается. В основном ветки должны быть немножко так вот горизонтально. Я не говорю, что нужно полностью волчки убирать. Они нам тоже нужны. Когда у нас, допустим, вот ты видишь там ветка стареет, ее бы заменить. И ты оставляешь волчок, он постепенно отрастает, эту ветку потом убираешь. Ну, то есть вот такие вот надо убирать, да? Да, это волчок. И вот это, да. А вот исходя из вот этой такой неприглядной картины, вот что вот здесь, вот какие ветки. Ну, вот этот, понятно, мы убираем, да. Вот этот, вот эту вот. Смотрите, да. Вот эту вот нижнюю мы как убираем. Убираем, оставляем вот только вот эти вот. Ну, смотрите, мы исходим из чего? Вам вот здесь под ней неудобно будет ходить, если вот эта ветка останется, да? Мне лично нравится вот эта веточка. Она это берет на себя энергию. А вот здесь их несколько этих веточек. То есть вот эту мы тогда, наверное, вот эту точно убираем, да? И вот эти убираем. Убираем. А вот этот? Это плодушка маленькая. Надо ее оставлять, да? Мы ее оставим, да. Это тоже старая плодушка, но я бы ее убрала, она уже себя... Она выдала все, что ей надо. Вот, видите? Ну, вот эту тоже надо убрать, да. Значит, смотрите, бывает такое, что яблоня растет так, и все ветки вертикально. Такое тоже есть. Тогда есть вариант какой. Эти ветки отгибаются и подрезаются чуть-чуть. У нас плодоносит всегда ветка горизонтальная. Горизонтальная, да, это я тоже читаю. И плодоносящие почки, они могут не в первый год, но на следующий год заложиться. Весь сок, он пойдет не вверх, не в апекс. У меня был такой преподаватель, полтора метра ростом, Филиппов Валерий Григорьевич, у него такая лысина была. Он говорил, вот так, аппекальное нарастание. И мы все смеялись, и нам всю жизнь запомнили про это аппекальное нарастание. Вот, то есть, если мы даем расти вверх, мы не даем это. Еще один секрет плодоношения, вот кроме того, что мы вот это срезаем, и здоровье дерева, это правильная подкормка. Значит, первое, на что хочу обратить внимание, вот снимите, пожалуйста, вот приствольный круг. Сейчас я вижу, что здесь вроде как конский навоз какой-то лежит, какой-то компост вроде, да? Да, здесь больше компост. Конского нету, да? Нету, нету. Ну, это просто остатки органики. Ну, и металл. Смотрите, что у нас здесь происходит. У нас тут все заросло травой, да? Вот, когда заросло все травой, мы даже вот неорганикой подкормили. 60-70 процентов сжирает трава. Да. Вот, поэтому нужно обязательно приствольный круг, желательно метр, можно, ну, хотя бы метр, да, раскопать. Траву всю повыдергать. Вот, если не хотите мучиться с прополкой, то можно скошенной травой закладывать. Она как раз тоже потихоньку перегнивает и постепенно дает питательные вещества. Дальше можно посадить под крону яблони хосты, остельбы. У вас будет красивая крона сформированная, обрезанная. И внизу будут сидеть многолетние цветы, которые тоже будут украшать. Ну, начала она у вас плодоносить к осени. Ну, и бог с ним, вы тут потоптались, ничего страшного. Вот, если прямо смущает, что вы будете топтаться и ломать, ну, тогда просто убирайте вот эту историю и скошенной травой постоянно сюда закладывайте. Раз в году можно заложить компост, плодоносить будет как не в себя. Вот, конский навоз опять-таки. Ну, да. Очень удобно продается в гранулах. Ну, и сколько надо? Слушайте, ну, у вас уже крупная яблони. Я бы тут, мы как обычно, мы на 10 литров, пару горстей этого гранулированного конского навоза. Ну, тут вам ведра 3-4 хватит. Вот так вот. Ну, он в мешочках таких продается. Вот, можно просто, если рядом конюшня есть, там, приехала на греб обычно, они бесплатно раздают. Вот, это касаемо яблонь. Груши обрезаются плюс-минус так же. У косточковых есть свои там нюансы. Вот, я сейчас еще вам хочу отдельно по смородине. Можно следующее видео? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok